Интернет по всему округу сегодня это не миф, а возможная ближайшая перспектива. Теме развития телекоммуникаций на селе посвятили рабочую встречу главы региона Юрия Бездудного с руководством профильного департамента и Ненинской компанией электросвязи. Все подробности в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Строительство каналов связи для развития телекоммуникаций на селе начиналось еще в 2013 году. Сотовая связь появилась по направлениям Наринмар-Оксино-Великовисочная-Наринмар. На сегодняшний день в сельских населенных пунктах охват мобильной связи достаточно высок – 93%. То есть самое главное, что мы сегодня обеспечили всех жителей округа устойчивой мобильной связью. Теперь следующий шаг – это дать возможность пользоваться не только в Наринмаре, не только в поселке Искателе или в Красном, всеми интернет-сервисами, но дать такую возможность жителям и отдаленных населенных пунктов. Но тогда нам придется расширить канал связи и увеличить эту субсидию. Вообще, в плане обеспечения услугами связи, жители глубинки защищены 126-м федеральным законом. И даже в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек, должна быть как минимум одна точка доступа к интернету. Но, как правило, весь интернет забирает на себя социальные объекты. Чтобы устранить цифровое неравенство, в профильном департаменте решили обратиться за помощью в федеральный центр. Ненецкий округ подал свои пожелания. И у нас утвержден приказом Министерства цифрового развития 19.08. Вошло 15 населенных пунктов. Причем в нескольких, вернее в большинстве, уже устранить цифровое неравенство произошло. Но вот такие деревни, как Анник, Варник, Верхняя Пеша, Волоковаево, Учейский, Хангурей, Макарова, Щелиных, в которых нет ни базовой станции своей, ни наличия Wi-Fi, вот эта столба, которая в Ростелеково провел. Я думаю, что они, список, конечно, будет меняться, но вот эти точно останутся и будут за счет федеральных средств. То есть мы входим в федеральную программу, и вот те населенные пункты, которые вы только что назвали, в этих населенных пунктах будет установлено дополнительное оборудование. Да, 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 именно так. На сегодняшний день уже построено четыре важных высотных объекта на территории округа. В Андиге там есть проблема, которую пытались решить разного рода репитерами, повторителями, но без высотного объекта ничего не получается. Поэтому мы построили, тоже организуем прямой канал с Нарьямара и канал с Красного, значит, для того, чтобы вот эти направления усилить и зарезервировать. У нас получается такой, своего рода, треугольник будет, когда в случае каких-то проблем, значит, одно направление не работает, будет работать другое. И у нас появится возможность оказания бесперебойной услуги. В свою очередь Юрий Бездудный поблагодарил за проделанную работу ненецкую компанию электросвязи и также отметил важность обеспечения жителей региона бесперебойной связью. Люди не должны чувствовать разницу между тем, где они живут. На Ринмаре они живут, в поселке Искателей, или в Чиже, Пёше, или в Амдарме. Они должны пользоваться этими услугами, они привыкли пользоваться этими услугами. Тем более, что с каждым днём появляются всё новые и новые сервисы. Вот вы даже теперь данные все счётчиков передаёте, представляете? Поэтому, конечно, нужно работать над тем, чтобы расширять эти каналы, передачи данных. И очень важно, что вы строите вот радиорылейную линию, которая одномоментно будет и каналом связи, и будет обеспечивать ещё вокруг мобильной связью. Добавлю, план развития связи в Ниницком округе рассчитан на три года. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север».